Здравствуйте дорогие друзья! В этом видео я покажу какой урожай можно получить, посадив на своем участке батат. Мы выращиваем всего один рядок батата и длина этого ряда 13 метров. Лианы занимают пространство до 2 метров. Ну, разрастаются лианы, тут ничего не сделаешь. Вкратце скажу об уходе. Какой уход был за этими растениями? А ухода по сути никакого и не было. Высадили и затем только проводили изредка поливы. Вот когда поливалась малина, когда поливались другие культуры, которые на этом участке, у нас здесь одна строчка капельницы. Вот. Посадили, как говорится, и забыли. Ни одной обработки против вредителей, либо против болезни мы батату не делали. Друзья, единственное, что он попал этим летом под град. Град. Сильный град был. Поломало листья, побило просто, как говорится, на лоскуты. Но батат восстановился. Да, следы от поражения градом некоторые остались. Вот видите, листья повреждены. Это не вредители. Это побил его град. Но он очень хорошо... Ну, регенерация произошла. Листья позаживали. И они были способны выполнять свою задачу дальше. Ну, это я отвлекся. Осенняя пора. И вот пришло время проводить уборку. Сейчас мы покажем, как это делается. И вообще расскажу вкратце, каким способом он выращивается. Друзья, убирать его будем вот так. Смотрите, вот это лианы. Они хорошо наросли. И для того, чтобы мы без проблем убирали и выкапывали, мы сейчас эти лианы аккуратненько обрежем. Одну луночку с краю мы уже выкопали. Но это так, для пробы. Вот, смотрите, вот луночка. Это сюда мы высаживали рассаду. Прорезали и одну рассадинку высаживали. Мы обрезаем сейчас аккуратненько и ботву убираем. Переходим к следующей луночке. То же самое. Обрезаем. Оставляем сверху, только чтобы было видно, где копать. Где эта луночка, собственно говоря, находится. Такой бугор. То есть ряд у нас немножко возвышен над поверхностью основного участка. Под пленкой здесь почва, так сказать, сформирована была таким буртиком. И уже в буртик проводилась высадка. И затем все это накрывалось пленкой. Ну а под пленкой мы проложили вот капельницу в одну строчку. Вот так ботат у нас и вырастал. Итак, ботву аккуратненько обрезали и убрали в сторону. Хочу теперь остановиться более подробно на схеме посадки. Ну, ширина между рядами, если несколько рядов садить, вы поняли, какая должна быть. Как минимум метра полтора между рядами должно быть. Потому что лиана сильно разрастается. Ну а в ленте между растениями расстояние у нас 50 сантиметров. И немаловажная деталь, то что мы при посадке использовали пленку. Почему это так важно? Да потому что, друзья, разрастая лиана, пытается в каждом междоузле запустить дополнительные корни. Смотрите, вот эта лиана была. И вот где она соприкоснулась с почвой, то есть где вышла за пределы пленки, там она уже хотела начинать укореняться. Для того, чтобы она не тратила силы на бесполезное укоренение. Здесь мы не получим никаких плодов, никаких клубней, но силы будут расходоваться на образование корешка и так далее. Поэтому вот пленочка как нельзя лучше подходит для того, чтобы растение все силы отдавало на образование клубня. Открываем пленочку. Друзья, ну и пока я открываю пленку, вкратце хотел бы рассказать, как мы вообще начали выращивать батат. Вот откуда у нас появилась к нему любовь. Произошло это приблизительно 3 года назад. Наши подписчики из города Днепр прислали нам небольшую посылку, в которой было несколько клубней разных сортов батата. И с тех пор мы просто полюбили эту культуру. Настолько она полезна, настолько легко выращивается, ну и экономически очень выгодна. Потому что вот сейчас в интернете я смотрел, купить бататы, купить картофель, разница в цене в 6 раз. Друзья, батат стоит, килограмм батата в 6 раз дороже, чем 1 килограмм картофеля. Это на заметку тем людям, которые, возможно, выращивают из года в год картофель и не получают уже желаемых результатов. Друзья, вот если попробовать выращивать батат, хотя бы на небольшом участке, хотя бы рядок посадите. И просто посмотрите, как будет экономическая эффективность. Ну это так, просто для общей информации. Итак, раскрываем полностью пленочку. Она нам еще пригодится в следующем году, многоразовая. И что мы видим? Ну, мы видим, как я уже показывал, бугор, в котором, собственно, проходило выращивание. И вот торчит клубень. Вот, даже я его не выкапывал. Смотрите, друзья, вот сразу начинается урожай батата. Давайте уберем. Ну, все это закреплялось, конечно же, на шпильки. Почему? Потому что под пленкой нам потом не видно впоследствии, сползла капельница. Не сползла. Поэтому мы при посадке, конечно же, давайте вот дальше раскапывать. Вот так выглядит в целом луночка с бататом, который выращивался под пленкой. Давайте попробуем копнуть сейчас вот первую хотя бы луночку вилами. Вот так вот подрываем. Ну и вынимаем. Еще, видите, есть маленькие. Но они тоже в пищу идут, очень хорошо употребляются в пищу. Вот это в среднем одна лунка. Больше килограмма однозначно. Сейчас я здесь еще посмотрю по сторонам. Может быть, где-то еще есть. А это вполне возможно, потому что батат бывает в разные стороны расползается. Поэтому в одной лунке его может быть весьма-весьма много. Ну, здесь нет. Вот как-то кучно, кучно вырос. И это очень хорошо и очень удачно. Потому что когда расползается, то это не совсем хорошо. Давайте следующую луночку обозначим. Вот смотрите, какой здесь клубень. Даже боюсь представить, сколько он весит и какого он размера. Ай! Смотрите, вот такой клубень. Но весом килограмм, это точно, будет не меньше килограмма. Видите, вот то, что обламывается. Ну, в принципе, ничего страшного. Хранятся даже с такими повреждениями клубни неплохо. Главное, правильное хранение. А какое правильное хранение? Вот в этом году мы совершили некоторую ошибку. Мы положили на хранение в погреб. В котором низкая температура, сыровато. И в погребе он у нас зимой погнил. Поэтому, однозначно, друзья, храните в тёплом сухом месте. Температура хранения 10-15 градусов для него наиболее подходящая. Ну, здесь немножко помельче. Сейчас покопаемся. Перчатки надо было одеть, конечно. В общем, есть бататик. Сейчас мы копнём. И тогда уже покажу вам общую картину, что мы накопали. Итак, друзья, закончили уборку. И самое время подвести итоги. Вот с 26 лунок мы собрали тачку клубней батата. Разного они размера. Есть и очень крупные, есть и не очень крупные. Частично мы вот такие даже не брали. Сюда не выкладывали. Самый лучший, на мой взгляд, вот такой формат. Крупные их трудновато разрезать будет. Ну, в принципе, ничего страшного, если на один раз, на одно приготовление пищи вам этого много. Просто напополам нарезали дольками, как вам угодно. И всё идёт, как говорится, в пищу. В общем, друзья, вот такая тачка с 26 лунок. Здесь приблизительно 50 килограмм. Вот если посчитать, около 2 килограммов батата клубней с одной посаженной лунки. При том, что за этими растениями был самый минимальный уход. Мы ни разу не обрабатывали ни от жуков, ни от каких-то болячек. Ну и минус, большой минус, я думаю, процентов 20 мы не добрали урожая. Это то, что был сильный град, который побил многие растения на нашем огороде. Вот с помидор мы вообще не получили урожая, которые у нас росли в открытом грунте. Град побил только завязанные плоды. Батат воспрянул, как говорится, как птица феникс. И успешно нарастил вот такую массу клубней. Так что, друзья, выращивать батат или не выращивать, конечно же, каждый из вас сделает вывод самостоятельно для себя, исходя из ваших условий. Но наше мнение, что это очень хорошее, очень полезное в диетическом плане культура, которую не сложно вырастить и которую стоит выращивать. Друзья, на этом я своё видео заканчиваю. Спасибо всем за внимание. Всего доброго. До свидания. До новых встреч.